Победа в кубке и бронзовые медали нас обязывают и в этом сезоне играть не хуже. Объективно мы понимаем, что повторить этот результат будет довольно-таки сложно, но клуб, тренеры и игроки постараются сделать все возможное, чтобы результат был не хуже. Чемпионат, я думаю, будет очень интересный. Система 4 круга, это 48 игр плюс плей-офф. Кубок будет разыгран по более легкой, гибкой системе, потому что количества игр очень много. То есть по итогам двух кругов, первая восьмерка по слепому жребию сыграет один тур и будет определена четверка кубка. Мы очень хотим удачно выступить в квалификационном раунде Евро-челленджа и пройти, попасть в группу, чтобы действительно наш город мог увидеть хорошие, интересные команды и мы поиграли на хорошем уровне. Можно сказать, что жребий не совсем был к нам благосклонен. Все-таки Бенфика это не такая простая команда, нужно будет играть серьезно. Они уверенно провели прошлый чемпионат Португалии и проиграли всего несколько матчей. Мы следим, как они комплектуются. В нашем понимании шансы приблизительно равные. Я бы назвал четыре команды, которые в этом сезоне все-таки по бумаге, на бумаге, должны вроде бы быть фаворитами. Это, безусловно, Будевельный Казалмаш, это Донецк и это Днепропетровск. Я думаю, что эти четыре команды имеют стартовые условия выше, чем их соперники. Другие соперники, они в этом сезоне будут практически одного уровня. Если в прошлом сезоне были ровно и Симферополь, которые откровенно выступали слабее других команд и являлись поставщиками очков на протяжении всего чемпионата, в этом сезоне таких команд не будет. Как мы готовы к игре с Донецком? Сегодня у нас ситуация хуже, чем перед отъездом, чем после приезда из Одессы, когда мы вернулись в полном составе, когда мы чувствовали, что команда набрала определенный ход, определенную игру. После травм Хантера и Кондрусевича, в общем-то, два ведущих игрока. Ну вот, как мы готовы, я думаю, вы сами ответите за меня. Немножко хуже, чем это было неделю назад.